Приветствую вас, и вы знаете, в вашем вопросе достаточно много такой пространной информации. Я бы сказал, что много эпитетов, много отвлекающих вообще слов, которые можно было как-то убрать, потому что там что-то с вами не передают, по крайней мере, по моему мнению, но суть того, что вы спрашиваете, ясна. У вас есть, значит, у вас есть любимый человек, женщина, с которой у вас отношения сейчас зашли в тупик, и вы не видите никакого выхода из этого тупика. Вы постоянно ссоритесь, постоянно ругаетесь и не можете ни к чему прийти. Связано это с тем, что за время вашего совместного проживания сложились четкие поведенческие нормы по отношению друг к другу, которые и мешают вам выйти за рамки их, выйти за их рамки и посмотреть, собственно, друг на друга как раз таки другие, другие аспекты, другие моменты. И, значит, соответственно, чтобы преодолеть вот эти вот ограничения, которые наложены были и эмоциями, и обидами, и какими-то еще факторами, нужно здесь сделать паузу. То есть, вообще говоря, помыть раздельно и каждому провести время наедине со своими мыслями, со своими переживаниями, прислушиваться к себе, понять, кто является для него близкий человек, понять, то ли он еще чувствует, и, знаете, быть раздельно нужно достаточно большое количество времени. То есть, я бы назвал срок от месяца до нескольких месяцев. Потому что с счетом того, что вы описали, этот срок, он более чем адекватный. Ну, а дальше нужно разбираться, либо с вами, либо с вами обоими, с каких, с какого момента начались проблемы. То есть, с какого вообще момента, с какого обстоятельства у вас начались трудности в отношениях, когда вы все начали ссориться и какие у вас основные друг другу претензии. Я бы сказал, что эти претензии надо как-то, ну, оформить, формировать и друг другу эти претензии донести. Донести правильно, без ограничений, без злобы, без какого-либо эмоционального налета, а именно просто вот спокойно сказать, что вот мне не нравится то-то, то-то, то-то. Именно мне это не нравится. И спросить друг друга. Вам спросить у себя, а вашей девушке спросить у себя. Вы готовы отвечать желаниям друг друга? Вы готовы менять? Если да, то это уже хорошо. Вы в таком случае имеете все шансы быть вместе, сохранить семью и так далее. Но если вы не готовы меняться, если вы не готовы делать что-то друг для друга, если вы не готовы разбирать спецпермическую проблему, а именно потому ваши разговоры ни к чему не приводят, потому что вы говорите не о том, изначально появилось, изначально было какое-то переживание, которое недостаточно выражено. недостаточно реализовано по отношению к вам, между вами. И это вызвало обиду, накопление негатива, непонимание и так далее. И вот с этого первичного момента нужно начать. именно его, может быть, несколько, потому что, предположим, взаимопонимание было, потом, по каким-то причинам его не стало, и дальнейшие ваши действия и поведение приводило только к тому, что этого взаимопонимания становилось все меньше. То есть, ну и найди ту проблему, с которой все началось, и дальше, последовательно, последовательно, решать каждую проблему, начиная именно от первой. первой. Возможно, вам, обоим станет понятно ваше отношение к последующим проблемам после того, как вы разберете вот ту первичную проблему. А может быть и нет. Я думаю, что и вам, и вашей женщине требуется помощь семейного психолога для разрешения всех конфликтов. Может быть, может быть. Такая ситуация, что достаточно будет работать с вами, достаточно будет терапии только вас, чтобы вы уже новый опыт, новые средства использовали своей женщины и тем самым сохранили семью. Что нужно сделать? Вот на первых этапах, кроме того, что я сказал, кроме того, что вы выписываете претензии на листочке бумаги каждому из вас, и кроме того, что вы решаете побыть раздельно, чтобы не мучиться, чтобы не мучить друг друга. Вы еще стараетесь наладить такой тип или формат общения, такую форму диалога, чтобы вам обоим было комфортно в ней, вот в этой форме диалога, чтобы вы вновь воспринимали друг друга как партнеров, как собеседников. И пусть вы будете говорить о совершенно незнаточных вещах, но это важно и нужно, потому что это основа для вашего дальнейшего общения, основа для вашего дальнейшего взаимодействия, которое необходимо, чтобы сохранить семью. И вот чтобы эта форма получила право на жизнь, вам и нужно побыть друг от друга вдали и вдали. Без этого общение между вами может быть даже невозможно. Вам все в принципе. Ну и неплохо было бы понять, почему вас презирают, почему вас ненавидят и так далее. Но это уже конфетик. Вы никакой конфетики не даете. Соответственно, вам только общий вопрос. То есть общий ответ. Ну и вопрос тоже. А более конкретно с вами предстоит работать. Настраивайтесь, пожалуйста, на серьезную работу с кем угодно из тех экспертов, которые представлены у нас на ресурсе. Может быть вам даже будет лучше очную консультацию пройти, если вы отдохните ей предпочтения, супер решать вам. Но чтобы сохранить семью, нужна работа. И это, к сожалению, работа ни одного сеанса. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров